Всем привет дорогие друзья, уважаемые подписчики, с вами Александр. Ну что ж, продолжаю тему по работе с айфоном. Как вы уже догадались из заголовка видео, речь пойдет сегодня о снятии и блокировке нашего айфона. Допустим, если вы забыли пароль, либо нашли айфон, будь то 5, либо 4, либо 4s, даже если это у вас iPad. В общем, любое устройство от Apple, которое поддерживает пароль. И значит, что мы имеем. Допустим, сейчас у меня в руках айфон 4, белого цвета на 8 гигабайт. Это мой айфон, я знаю пароль, но я специально заблокировал для демонстрации видео. Значит, что мы получаем при включении. Допустим, мы нашли айфон, вот мы его включаем, и у нас пароль вот такой вот стоит, 4-значный. То есть, если мы пароль не знаем, то, соответственно, мы не сможем разблокировать устройство. Выход у нас один. Перепрошить. Значит, как его перепрошивать, я уже показывал в двух видео, у меня есть на канале, вы можете посмотреть. Значит, его можно перепрошить либо одним файлом прошивки операционной системы iOS, либо путем восстановления. То есть, нажимаете восстановить в iTunes, это я все покажу. И, значит, айфон у вас перепрошивается, и, соответственно, пароль стирается. И вы получаете на руки чистое устройство. Но, есть одно но. Если, допустим, предыдущий владелец, либо вы сами вводили аккаунт, то есть, активировали функцию Find My Phone, найди мой айфон, и Apple ID у вас был активирован, то, к сожалению, и после восстановления придется его ввести. Если вы не знаете эти данные, то пользоваться телефоном у вас не получится, потому что телефон будет требовать вот этот Apple ID. Так как с седьмой версии прошивки Apple внедрила эту систему защиты такой. Вот. Так что сразу предупреждаю, что сейчас этот эксперимент я провожу на телефоне, на iPhone 4 на 8 гигабайт, без Apple ID. То есть, функция Find My Phone, найди мой айфон, отключена. Вот. Ну что ж, давайте перейдем к прошивке, и я покажу, как это все происходит. Запускаем iTunes, проверяем обновление. Данная версия iTunes 12.0.1 является актуальной версией. Все. Убеждаемся в том, что у нас стоит самый новый iTunes. И теперь переходим к стандартной процедуре, о которой я уже рассказывал в предыдущих моих двух видео. Сейчас я этого показывать не буду, я вставляю один конец кабеля в айфон, и второй, соответственно, в компьютер. Так, вот вы можете слышать, происходит подключение. Это мы закрываем. Окно, вот видите, у меня 8 гигабайт появляется здесь. И сейчас мы его будем восстанавливать. Так, переходим во вкладку iPhone. Вот здесь. Перед обновлением сохраните, сделайте резервную копию всех ваших данных, либо сохраните где-то отдельные фотографии, либо сообщения какие-то важные, там, напоминания, имейлы. Потому что все-все-все будет полностью отформатировано и удалено. То есть, iPhone будет чистый, как заводского состояния вообще. Что мы делаем? Мы делаем просто восстановить. Нажимаем кнопку, восстановить и продолжить. Все. Сейчас у меня на компьютере прошивка уже скачена, поэтому процесс у меня происходит сразу же после того, как я нажал на кнопку восстановить. У вас, в вашем случае, потребуется, естественно, подождать, потому что прошивка весит примерно где-то 1,5 гигабайта. Вот. И скорость скачивания, естественно, зависит от вашего интернет-соединения. Вот. Ждем, пока у нас iPhone обновляется. И сейчас мы посмотрим, я переключусь на камеру и посмотрим дальше процесс восстановления. Вот так происходит у нас восстановление. Так, сейчас. На все вот эти вот сообщения не реагируйте, потому что это всегда так бывает. И вот у нас происходит восстановление. Таким образом. Процесс подходит к концу. Ждем окончательной перезагрузки. Так, телефон ушел в ребут, то есть в перезагрузку. Все, телефон у нас два раза провибрировал. Это означает, что стадия прошивки подошла к концу. Итак, перед нами экран с приветствием. Разблокируем его давайте. Все делаю на ваших глазах. Все. Здесь у меня стоит сим-карта рабочая. Ввожу пин-код. И значит, сейчас мы выбираем язык. Здесь на камере будет хорошо видно. Так, ждем установка языка. Происходит. Дальше. Регион у меня Астрия. Сеть мы не будем пока подключить. Подключимся к iTunes. Сейчас я запущу iTunes еще раз. Для того, чтобы у меня активировался телефон. Чтобы показать вам, что этот способ действительно рабочий. Итак, iTunes у меня активирует на компьютере сейчас. Все, активировался. Дальше включаем службу геолокации. Настраиваем iPhone как новый. Принимаем все рецензионные соглашения. Таким образом. Не добавлять пароль. Кстати, вот этот пункт, который был пароль. Здесь нам предлагается создать свой пароль. Так как мы его перепрошили и убрали блокировку пароля самому. Не добавлять пароль. Отдоложить. Не отправлять. И начать работу. Все. Вот он долгожданный наш экран. Значит, разблокировка у нас прошла успешно. С чем вас поздравляю. Вот таким образом можно снять самостоятельно блокировку вашего iPod, либо iPhone, либо iPad на операционной системе iOS. Вот. Все. Как видите, все работает. Я могу, допустим, сейчас позвонить куда-то. Все. Вот я на основном экране. Все. Вот настройки. И теперь можете, допустим, пароль включить самостоятельно свой, как вы настроите. Вот. Все. На этом наш эксперимент закончился. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного. Пишите свои комментарии и оставляйте отзывы о видео. И чтобы вы хотели видеть еще такие эксперименты с iPhone 4. Вот. Этот аппарат у меня остается пока на руках. Я им пользуюсь как основным. Вот. Все. Пишите. Жду ваших комментариев, отзывов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok